Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Ну а слава Боже. Можете после обеда пойти. Вот видите как, полный отчет. А иначе у нас за стол не сядет. С белыми руками мы его отводим на задний план. Так, новостей пока никаких нет. У меня сегодня такое сообщение было. Только никому не рассказывайте. Между нами. Вы можете сохранить тайну? Да! И ты тоже сохранишь. Слушайте внимательно, потому что... Снимают же. Нас же снимают. Что? Снимают же. Тайна же. Нас же снимают. Это уже не тайна. Это уже не тайна. Так мы сейчас поставлять не будем. Но тайна это никому не говорит. Согласны? Да! Сергей Павлович Курков позвонил, чтобы пойти там в оводе, попасть овечек. А я пошел и поснимал. Я говорю, а зачем это нужно? Поснимал на фото и видео. Сергей попросил там в интернет выставить. Мне это понятно. Я поехал. Нашел батюшку. Он овечек уже догнал. Я говорю, ну я пришел. Так а я овечек уже догнал. Я говорю, а что случилось-то? Да ничего нет. А Сергей говорит, батюшка решил избавиться от собачки. От собачки избавиться? Ей 3,5 месяца. А она от нашей урагана, дочка его, с которой мы ездили, чемпион России. Такая красавица. Просто царская стать у нее. Какая она. Ну просто высшего качества собака. А почему ты решил? Ну вот это, что я ее испортил только бы. То есть нужно дрессировать, а у меня не времени нет. Я в отъездах бываю. Батюшка, не надо. Ну ребенок бывает не склонен к обучению. Ну родители же от него не избавляются. Она тебя уже полюбила. У нее были собаки со старой для фьюнерной. Ты в любое время можешь подойти ее погладить. Это не велосипед ржавленый. Да можешь пасти. Но еще она может овечек защитить. Она же растет. Она щенок еще что-то. Батюшка ее обратно. Завел. Там большая конура. Есть такое стихотворение, как старик продавал корову. Слышали? Да. Кто знает? Ну-ка, рассказывай. Он придес корову, она была... Войди сюда. Старик принес корову на рынок, а она была худая. И там один мужик спрашивает, почем корову продаешь? А он сказал... Я не знаю за сколько, а он сказал другой, дорого. И к нему подошел один... Ну как сказать? Пионер. Ну да, может пионер. И говорит, что сидишь, мужик? Да вот я не могу корову продать. И он говорит, давай помогу. И спрятаю ее за шимбу. И говорит, покупайте корову, хорошая корова, молока много дает. И потом один мужик говорит, давай я у тебя куплю. А это дед, который продавал ее и услышал, нет, такая корова нужна самому. То есть он не только убедил покупателей, но и самого. А так говорит, столько дает молока, не выдаешь сзади, не устанет рука. Пионер. Ну его научили, он мог говорить, профсоюзный деятель, так и так может говорить. Понятно? Да. Ну я это применил к батюшке, и батюшка убедился, что в самом деле и собачку повел там, где... И это когда цепи не надо держать-то. Она очень хорошая. Я держал собак этой породы. Восточно-европейская овчарка называется, от ушки торчат, видите, он приводил. Или немецкая. Это на Ванглии сделали исследование на соревнованиях. Разные породы там, каких только нет. Это и шотландская овчарка, и ставпорт американские бульдоги, и доги. Ну и там это... И теперь бульеры эти... Людоеды вырастили. Стойте, не выломайте. Стань прямо на ноги. Эта собака признана самой умной. Быстрее запоминает. Она на границе. Вот вы смотрели, видели овчарка, фильм про пограничника. Ну, представьте, там какой-то шпиц или шарик там, еще там, пнул его, все. А он даже за веревку издернул того шпиона, там, показанную где-то. И она из этой породы. Ее отдавать... Ну, а Сергей-то хотел выставить в интернет. Ну, а дальше, ясно, цена и аукцион. Такую собаку не задаром продают. Там добрый десяток, больше тысяч можно было взять. Хотя 10 тысяч, какие это сегодня деньги за такую собаку? Слово сказать, у меня знакомая, один вернулся. Ну, ездят на соревнования, по голубям увозят, а потом опускают. У них кольца, и они когда домой прилетают, фиксируют, и сигнал дают, он прилетел. За сколько прилетят? Бывает за полторы тысячи, за две. А одна голубка прилетела из Японии в Москву. Вообще, ну, это чемпионка уже. Ну, один приехал, новый приехал парень там, голуби-дрома называется. А когда двух тысяч голубей только держит. На расходы какие-то, ну, и того стоит. Ему выдавали, сейчас я не помню, то ли пять тысяч долларов за голубку, он ее не продал. Понимаете, что это стоит? Это долго выводить эту породу, а она такая редкая. И вот эта собака, она большие деньги стоит, с ней корова даже не сравнится. И батюшка решил ее не продавать. Только батюшке мне рассказывает, что я вам открыл эту пайлю. Понятно? Платочек. У кого нет, вы выйдет сюда. Так, все на стол садимся. У Вани нет? Да, нет. Нет, у Вани. Я ею. Знаете, Степан Ильич, можно я на обед не пойду? Можно. А вот подошло, да сейчас, где я же сказал, а можно не пойду, я бы ее не разрешил. Да, я знаю. Давай, читай все хорошо. Так, не разговаривать, сейчас помолились и пока не выйдет, ни слова. Кто разговаривает, будет стоять. А вот еще одна ложка. Так, переходите. Не забываешь, что садится? Не. Не забываю. Так. Сейчас только сообщили, несколько человек будет больше сегодня. Главное, это, видимо, в субботу приедут. Тяпися. Так, быстро садитесь. Внимание. Господи. Давай! 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 Тарас, ты где? Нам подождать или нет? Че стоять? Ну, можешь не налазить Давай! Заходите! Так, не разговаривайте! Полная тишина! Че ты не поймешь? Вот пришел сон Вот, как поеденный О! Дина файболисты Поэтому я ее поставил на особый Кош, называется, резинчик Молча сидите все Молча Разговаривайте Только я вам указываю Что-то Было два дежурных Час три Не облокачиваться на стол Ложкой полгу Как писали в газете А Игнатий в празднике нет Профессора, академики, ложкой полгу Тридцать тысяч часов Провел за компьютером Девять лет И осталось в деревне Морков Десять От полоски Тихо! Ничего ты! Места! Стой прямо! Посмотри, какие молодцы оттуда Дай Пройди, чтобы видно было хорошо Лица Между... Один Шин В 89 кг, на машину Гавриева у нас. А так вы будете остановить. Никогда правильно не садимся. Я думаю, что уже не пропустят. Так, в левую руку. Смотрите правильно.